А как вы думаете, за кого голосуют в основном? За Путина, конечно. За Путина? Да. А может за Собчак? Ой, да вы что, за это просто... Да, 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 только за Собчак осталось. За Том-2. За Том-2? Нет, мы за Владимира Владимировича. За надёжного человека. Да, за Владимира Владимировича. А скажите, вот вы всегда на выборы ходите? Да, всегда. А вот столько людей... Наверное, вот за эти годы первый раз. Первый раз, так много. То есть люди как бы уже осознанно идут и понимают, зачем они идут и для чего они это идут. Ну, а как мы понимаем, вам нравится Собчак. Путин. Он у вас. Да, Владимир Владимирович. Я ездила в Египет в этом году отдыхать. Как бы сейчас наши россияне туда не особо едут, так как это... А с Эстонией можно. Так вот там со мной так обнимались и целовались. То есть я как представлялась? Людмила, Путин, Россия. Так что всё понятно. И из-за этого они с вами целовались? Да, целовались, обнимались. Там и женщины, и молодые люди как бы. Россия ведь там знают. И знают, кто такой Путин. Такой ажиотаж, это первый раз. А сегодня, конечно, много. Мы приезжали сюда, где-то было минут 31-го было. Мы с детишками были. Не стали стоять, что боялись, что замёрзли. Потому что всё было ещё больше народа. Ну ещё больше. То есть люди... Я тоже была. Там за зависть был народ. Вообще нет. Уважаю человека этого. Просто уважаю. Понимаете? Я жила здесь в Эстонии, когда Ельцин был у власти. И люди хлебнули столько горя. То есть даже элементарно без хлеба были. Так что, когда пришёл Владимир Владимирович, жизнь стала меняться. Мне это скучно. Поэтому другого кандидата в президенты нам не надо. Как сегодня проходят выборы в Нарвии? И как много народу? Хотя мы видим, можно сказать, ажиотаж. Очень активно проходят выборы. Уже почти 3000 у нас проголосовало. То есть такого, конечно, интереса мы не ожидали. Но мы рады, что люди голосуют, что активно приходят, по крайней мере, больше, чем на президентских выборах 2012 года. Да. Закончились выборы, закрылись избирательные участки. Как прошли выборы? Насколько люди были активны в выборе президента? По поводу выборов могу сказать следующее. Стояли огромные очереди на избирательных участках. Люди хотели идти на выборы. Люди приходили на выборы. Приходили целыми семьями. Был настоящий праздник. То, чего мы добивались. Чтобы люди поняли, что от голоса каждого зависит очень многое. Были некоторые недоразумения, но мы их все разрешили. И, собственно говоря, мне кажется, что выборы прошли очень хорошо. И спасибо большое всем жителям Кингисепского района, которые показали очень высокую явку. Я не могу сказать пока цифры, пока итоги не подведены. Но, тем не менее, я думаю, что явка будет высокая, потому что и поселения, и городские, и сельские, они все одинаково хотели идти на выборы и приходили на выборы. Поэтому я думаю, что у нас все прошло хорошо, на высоком уровне, без нарушений законодательства. Но планку в 50% мы взяли? Конечно, конечно, однозначно. Насколько высоко мы подпрыгнули, я пока предположить не могу, но очень надеюсь, что мы молодцы. Виктор Иванович, скажите, вот закончились выборы, по вашему ощущению, как они прошли, насколько явка была хорошая наших жителей Кингисепского района, по вашему мнению, по ощущению? На данный момент Кингисеппе 21-24, явка у нас очень хорошая. Сейчас на данный момент можно сказать только одно. Большое спасибо всем кингисеппцам, которые пришли на выборы. Сейчас мы подводим итоги и надеемся, что мы будем выглядеть в турнирной таблице Ленинградской области очень хорошо. Еще раз большое всем спасибо. А чуть позже будут все цифры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok